Приветствую! С вами снова я, Розин Александр Иосифович, врач-психиатр, кандидат медицинских наук, научный сотрудник Томского НИИ психического здоровья. Сегодня наш видеоурок будет посвящен тому, почему можно, не только можно, но и нужно есть все в процессе снижения веса. Многие из вас наверняка знакомы с тем, что такое диеты. Диеты – это всегда определенный перечень запрещенных продуктов. А ведь, знаете, так устроена наша природа человеческая, что запрещаешь, то хочется сильнее всего. С одной стороны, это так. А с другой, есть еще очень интересные моменты, связанные с диетой. Ведь диета никогда не начинается с того, что человек решил, что вот он такой красивый, достойный, уверенный в себе, надо мне сесть на диету. Все происходит совсем иначе. Человек смотрит в зеркало и говорит, ты выглядишь ужасно, у тебя обвисшие с кожаной складки жира, брюхо и так далее. Иногда он называется каким-то еще и ругательным словом. И после этого решает, что нужно сесть на диету. То есть, сам по себе первый шаг, когда человек начинает использовать диетические рекомендации, он уже сопряжен с некоторым негативным отношением самим к себе. Продолжаю мысль о том, что чем сильнее запрещаешь, тем сильнее хочется. То есть, любая диета когда-то заканчивается. А когда она заканчивается, заканчивается она чаще всего некоторым срывом по правилу пружины. Чем сильнее сожжал, тем сильнее она распрямилась. Человек тоже испытывает некоторый момент недовольства. Он думает, другим-то удавалось, другие-то могли походить с помощью этой диеты. Как он так думает? Не всегда это правда. А я не смог. Наверное, я неудачник. Наверное, я делал что-то неправильно. А что происходит дальше? Ну что, он продолжает дальше переедать, успокаивать себя, решать вопросы со стрессом снова с помощью еды. И это один из возможных вариантов к чему? К тому, чтобы пойти в пути борьбы на самом деле, в данном случае, самим собой дальше. На пути, как к различным вариантам таблеток для снижения веса или еще куда дальше, это различные хирургические, бариатрические способы, операции по уменьшению объема желудка. Чего только человек не придумает. Но вернемся дальше, к разговору о диете. Диета – это лишь один из шагов снижения веса. То есть, это изменение питания. Но, если человек в процессе снижения веса решает изменить только один этот аспект своей жизни, то его могут подстерегать некоторые сложности. Объясню. Ведь человек – это ведь еще и его ум, его психика, его эмоциональное состояние. А во-вторых, мы ведь живем неизолированно. У нас есть общество, социум. И все это взаимодействует в системе. Система чем отличается от простого перечня составных частей? Система – это такое устройство, где каждый составной компонент влияет друг на друга. Они находятся в балансе. Итак, если вы меняете один компонент, то есть, только диета, только питание меняете, то что произойдет? Остальные составные компоненты рано или поздно приведут в баланс, в соответствие, и все вернется так, как было. Соответственно, если вы хотите получить стойких изменений, то работать нужно одновременно со всем. Не только с тем, как вы обращаете внимание на питание, но и со своими эмоциями, со своими умственными убеждениями, с пониманием, для чего вы решаете снижать вес, с отношением к себе и с отношением к другим людям. До встречи на новых видеоуроках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!